здравствуйте друзья у нас у вас на экранах еще более юное создание чем тут у нас на днях была валерия из цинциннати ну давайте может быть вы сами представляетесь откуда что чего как зовут сколько годиков меня зовут людмила я родом из украины из мариуполя донецкая область и сейчас на данный момент я проживаю в вашингтоне дисси на мне 19 лет значит людмила у нас участвовала два года назад в конкурсе который был такой типа присылайте видео о том как наш канал изменил вашу жизнь и какой-то приз у нас даже получила какой приз у вас там был да у меня была такая толстовочка я сама выбирала там с сайта такая толстовочка беленькая от ютюба или от гугла от гугла понял понял да мы тогда очень хлопотно это все у нас все заказывали мы говорим вот на такую-то сумму там можешь заказывать и они так вот там аккуратненько все это заказывали и потом мы заказывали посылали но вы пользовались толстовочка это конечно носила а к моменту я извиняюсь вам было 17 лет вы участвовали в конкурсе так вы уже сколько раз смотрели как давно вы нас смотрите я начала собственно через вас вот моя история как бы началась через вас я нашла вас на youtube и вообще интересовалась просто каким-то видео про америку и собственно через вас я уже нашла сайт говорим про us и оттуда я уже как бы начерпала всю всю информацию которую мне нужно было всю энергию чтобы ну как-то я мне уже было он как-то разложилось все по полочкам что как вообще ну как бы вот ну смотреть я давно начала ну хорошо значит начипала начипала и приехала так ну хорошо так и вы как в америку попали я извиняюсь первый раз я поехала в прошлом году я поехала по визе j1 это work and travel программ постойте вот тот момент когда вам было 17 лет когда это был октябрь два года назад ровно два года назад вы в школе учились что ли или где вы были нет я только поступила в университет вы были на первом курсе а соответственно к концу первого курса где-то да сразу после вы поехали уже power control у меня была такая история что мам я поступила на контракт в киев и поступила на бюджет у нас городе и мама мне сказала вот хочешь поехать в америку так как программа не дешевая верит хочешь в америку оставайся у нас учиться мариуполе или едь на контракт но тогда уже извини америки не будет вы поступили либо в киеве либо в донецке или прям самом мариуполе мариуполе именно моем городе да полмиллиона то есть там есть университет нормальный там есть где учиться у нас несколько университетов я поступила в принципе на ту специальность на которую хотела но просто что у меня как бы ну киев все-таки он столица и как бы какая специальность я была переводчик должна была быть переводчиком новогреческого языка у нас это у нас это в мариуполе очень как бы распространено потому что у нас моряки и они все вот это вот как бы переводчиков много и у нас преподают греческий язык в школах вы часом не гречанка нет то есть так а чтобы вам какой-нибудь иврит там не изучить я не знаю древнегреческий так вообще такой а родители не сказали и деточка что ж ты за язык то выбрала это у меня мама наоборот была за мама вообще хотела что я китайский учила но как бы я сказала китайский уж совсем слишком для меня тяжело мама была только за чтобы вот я учила именно но не полный не я забегаясь вперед это не получилось что за какой-нибудь грека замуж-то вышли нет нет хорошо это да я успокоился значит идем дальше вы поехали по work and travel грубо говоря год назад вы должны были вернуться домой вы вернулись домой или так я вернулась и второй год училась до второй год но второй год когда я училась я как бы верну я когда уезжала в америку как бы у нас городе все прекрасно было состояние бюджета семьи у нас в городе было все хорошо как бы ну все нормально все меня устраивало я как планировала переезжать но не в таком скором времени но после того как я вернулась из соединенных штатов это было просто два разных города это было просто просто неописуемо то есть до вас уже докатились вот эти события все и у нас именно уезжали вы уезжали вы уже после крыма после того как началась уже заваруха настоящая в донецке в луганске уже там уже там ну как началось славянск все уже было на ходу нет я как раз была в америке когда это все началось она крым по моему уже даб крым уже был а вот когда славянске это все я была уже в соединенных штатах да но мама говорила все хорошо все прекрасно как бы возвращайся мы тебя ждем ну как принципе все родители вот вернулась я в украину и поняла что это это было для меня шоком два слова просто что что в чем была разница что произошло то есть вы почувствовали какую-то фронтовую обстановку или люди изменились что произошло ну во первых очень много людей уехала просто вот все с кем ты общаешься но это не самое главное да когда я приехала именно в те самые дни у нас был очень сильный обстрел и обстреливать и я это я слышала в первый раз своей жизни вот именно когда вот дом прыгает окна трясутся дом большой в каком доме они небольшой обычный частный дом на комнаты это было кошмар цены просто просто были сумасшедшие не поднялись два раза буквально за четыре месяца и как бы уже когда когда я собственно приехала это уже было последним моментом когда поняла что нужно все-таки уезжать но у меня на то как бы свои были еще причины еще до этого но как бы это не было как бы самым главным которые хорошо давайте вы вернулись вы еще год проучились и потом уехали еще раз я проучилась полгода и да я уехала по одной из виз и подала на политическое убедущее одна из виз это как бы не разглашается мне не хотелось бы ради бога ради бога по какой-то визе уехал была виза и уехал так подала на политику вы сейчас в ожидании интервью или вы как бы ну подайте вы еще умудрились я так понял замуж выйти да давно вышла замуж ты замуж я вышла сейчас сейчас кто муж если посмотрит видео а с мужем мы познакомились еще перед поездкой перед моей первой поездкой в соединенные штаты то есть на самом деле вы когда первый раз ехали вы уже с ним были знакомы да да мы были знакомы то есть вы американским нет муж муж у меня тоже украинец как обычная семья которая приезжает в соединенные штаты в принципе мы также вы не можете легализоваться допустим через брак вы хоть вы и супруги вы тем не менее оба находитесь вот то есть василыч вы находитесь процессе политического убежья он другом как у или вы в одном кейсе или как мы в одну конечно потому что мы женой мы подаем в одном кейсе я все понял хорошо ну что же значит как давно в подаче то уже прошло полгода то у вас есть право на работу да есть есть но мы сейчас мы сейчас живем в вашингтон дисси но я хотела бы рассказать вот как раз для программистов мне кажется это было бы очень интересно потому что у меня муж он тоже учился на программиста но как бы тоже ситуацию не не сложилось совсем до учиться и в общем-то он работал через онлайн через сайт одеск он это сейчас он так переименовали его он работал там он первый раз когда нашел работу было буквально за два доллара у него работа он все это сидел делал потому что человеку это нравится потому что человек это хочет заниматься этим программирование нет нет у него он веб-девелопер и это он потихонечку там работал какие-то потом начал какие-то 500 долларов получать в месяц потом как-то вот у него по польше стало вы из мариуполя а он откуда из ужгорода ммм западенец да да так вы с ним на каком языке ты беседуете на русском на русском он русский он может по-русски да он по украински тоже не говорит вау вот и что я хочу рассказать и в общем то что мы приехали сюда и он тоже работал онлайн через этот сайт как бы и вот он нашел через этот сайт реального работодателя который находится у нас в нью-йорк сити и вот сразу когда только он приехал естественно ну разрешение работы сейчас сразу нету как приезжаешь он работал онлайн и вот сейчас как бы этот работодатель приглашает его работать на фулл-тайм в нью-йорк и вот у нас через месяц полтора придет наша перед переезд до в нью-йорк но хочется вам самое большое яблоко но у нас адвокат там так что мы там очень часто бываем и очень нравится хороший адвокат ну нам его по рекомендации как бы ну хорошо у нас тут недавно дискуссия такая разразилась что типа мол приличного адвоката иммиграционного в нью-йорке там не найти и туда-сюда и так как-то я думаю слишком негативно я думаю что в нью-йорке достаточно много есть очень неплохих вот такой город большой ну что же у вас-то план жизни какой новогреческий как ну и не как скажем так не знаю хочется себя найти хочется как-то но нужно понимать чем ты хочешь заниматься муж он у меня любит это дело это тот чем он прям глаза зажигаются у меня я не знаю нужно найти свое ну вы как бы гуманитарная девушка ну да ну ну и нет нужно пробовать новое что-то я не думаю что я себя могу здесь как-то подождите а ему лет сколько 20 ой вы такие погодки можно сказать это не очень напоминает как мысль с моей света и мне было 19 лет когда он женится и 18 и я вот сейчас думаю боже родителей жалко я думаю боже что же они пережили то вот такое ну уже теперь что 40 лет мы скоро через полтора месяца ну ладно что же значит а вы пока только первый год можно сказать врачуетесь да и подождите а вот все таки ну грубо говоря где деньги на что живете именно здесь сейчас ну конечно но вот все таки вас двое вы должны какое-то жилье снимать вы должны там покушать может у вас там две машины есть не знаю или одна ну все таки надо же как-то зарабатывать ну я как сказала муж зарабатывает на этом сайте он как бы у него там рейтинг хороший работа есть хватает вполне хватает но надеюсь когда приедем на фуллтайм а вы так по нового гречески да так не сачкуете или подрабатываете а я когда приехала подрабатывала работала официанткой но у нас тут в вашингтоне очень тяжело найти работу без документов очень тяжело сейчас то вы легитимная ну сейчас уже переезжаем так что сейчас ну я не вижу смысла искать сейчас я извиняюсь вот у меня может быть такой наивный вопрос а вы никогда не думали что может быть знаете это может быть потестировать думала я очень хотела да к вам в школу тоже с нашего канала да ну вот как то вот не знаю не могу понять мое оно или нет а муж что говорит ну ой муж говорит какой с тебя полигремист какой с тебя то есть все так на меня смотрят удается 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 есть такой знаете анекдот как я очень люблю ну советское время там все знают Карл Маркс Ленин там все знают знаете кто такой Ленин да ну ладно а Маркс знаете кто такой Карл Маркс не слышала нет ну короче то же самое только очень известный человек тут ой господи значит Карл Маркс ну и там две бабушки еврейские одна говорит слушай кто такой какой-то Карл Маркс я говорю Маркс шмаркс кто это она говорит о ты даешь ну ты вообще с ума сошла собственно я на самом деле начал другую анекдоту рассказать тоже расскажу раз начнем уже и Маркс его все знают это ученые экономист говорит экономист как наша цель говорит не ну наша цель а старше экономист вот но я на самом деле другой хотел в школе слух учительница показывает портрет Маркса вот да с Марксом показывает портрет Карла Маркса и говорит дети кто знает этого дядю вот как я вам вот сейчас ну вы не знаете там другие не знают а один говорит это дедушка Лёва Рубинович учительница ну что вы ведь дети это Карл Маркс основоположник там все дети точно точно дедушка Лёва Рубинович ну и там слухи по школе до директора доходят он вызывает дедушку приходит дедушка такой ну чисто Маркс но вот борода такая окладистая все эти падлы тут шачок рубашечка беленькая ну и он ему говорит Лазарь Моисеевич он говорит может быть вы никогда не думали вы никогда не думали он говорит может быть бороду сбрить тот говорит милый он говорит бороду сбрить можно умеще куда девать вот поэтому я такой никогда не думали там тестов вы говорите тестировать то можно душу душу антихристу не продать бы за деньги я понял то есть вы такая неопределившаяся ласточка да ну хорошо а все таки я понимаю что в данный конкретный момент вы просто едете в Нью-Йорк и вам сейчас не до этого но ну все таки а через пять лет вы чем будете заниматься я про десять не спрашиваю это очень далеко ну три ну пять может вы учиться хотите может быть вы работать хотите может быть вы хотите работать и учиться да хочу учиться но опять же не знаю на кого не знаю что мне надо не знаю это нелегко легко понять но нет такого что вот пойду туда где деньги платят нет мне хочется чтобы мне нравилось для души да ну что я вижу насколько это мужу насколько это его зажигает насколько ему время летит как он говорит в Нью-Йорке когда работал в офисе время говорит пролетало только пришел уже ушел у меня то же самое только сел думаю уже говорит им ходить как я же сесть не успел я очень хорошо это помню это потрясающее такое ощущение ну да то есть вы себя ищите я вам так что лучше себя искать чем-то заниматься то есть вот делаешь чего-то и говоришь нет не моего пошел дальше поэт еще что-то поделал нет не моего но пока вы что-то делаете даже не свое у вас что-то в голове отвожилось тут отвожилось там отвожилось в мозгах что-то такое переместилось на нужное место и глядишь уже взгляд на жизнь другой то есть я сторонник так деятельного такого подхода это не важно что ты делаешь и не важно сколько тебе платят 8 долларов берем 8 10 берем но существенно что мы ищем что мы как-то подстраиваемся соображаем понятно ну что же вот речь шла о том что вы хотели рассказать историю свою да и мы немножко такое посмотрели жила себе девочка смотрела наш канал выиграла в конкурсе приехала в Америку потом как-то по неизвестной визе опять как-то там ушла может быть на подлодке там с моряками там рядом же у вас там Азовское море там на подлодке ушли через Босфор и Дарданеллы но что что вы считаете вот в вашей истории из такого что должно было бы или могло бы помочь вот ребятам которые может быть тоже думают и я на самом деле вот эта ваша история с Мариуполем она достаточно близкая я думаю и очень понятная тем кто живет вот в этой части Украины да и что-то вот может быть вы ребятам там скажете вот ну мне еще немножко хотелось бы рассказать у меня еще такой не очень такой важный момент мы пропустили то что после того как я вернулась в Украину и я подалась на визу на другое у меня был отказ у меня есть в общем мы подавались мужем но мы подавались отдельно ну естественно да я отдельно он отдельно как бы еще там знакомые наши ехали и в общем то у меня был отказ это конечно для меня было очень тяжело очень как это сказать это все перевернуло еще очень многое облом потому что конечно кому радость а у него подождите муж у меня получил да я плакала очень сильно когда он получил потому что понимаю что ну как бы тут буквально несколько месяцев и он как бы уедет разум какая то получается так подождите он же из Ульгарды да ну а вы то есть не то что он рядом с вами был ну мы как то так потому что мы еще учились я жила у него пару месяцев он приезжал ко мне в Ульгарде жили да да как там в Ульгарде ничего нравится хороший хороший вот и получается когда я что хочу сказать очень многих отказ бывает и мне очень хотелось бы сказать этим людям что во первых когда у вас отказ проанализируйте почему потому что у меня для отказа у меня не было причин меня расспрашивали очень долго и в последний момент меня спросили из какого вы города я сказала из Мариуполя у меня расспрашивала женщина такая лет сорока-пятидесяти где-то вот так вот и она говорит извините я не могу вам дать визу и дает мне этот белую бумажечку я все выхожу я рыдаю мне муж не поверил что у меня отказ думала я там играю но мне конечно такое стремление было у меня все сначала проанализировать почему отказ когда нету явных причин потому что есть люди у которых ну есть явные причины там родственники в Америке если они едут не по иммиграционной визе да или там английский плохо для каких-то виз или еще что-то да когда нету явных причин нужно это все проанализировать и я две недели я это все я перечитала перевернула все формы мне кажется я перечитала все что только возможно у меня мама была очень против чтобы я подавалась второй раз и вообще родственники потому что ну те деньги которые нужно было платить это это нормальные деньги я хочу уточнить они были против того чтобы подавать второй раз с малым интервалом времени обычно полгода ждать надо а вы через какое время пошли я пошла в тот же день подалась я не слушала ни маму не слушала никого но вы сказали что две недели у вас нужно будет перелопатить формы это две недели до следующего собеседования то есть вы в тот же день подали вам в тот же день назначили на через две недели или что да в тот же день подала и назначили мне ну через три недели примерно да и я это все время это просто ужасный момент когда понимаешь что во первых твоя семья едет в Америку уже это твой муж да здесь делать просто ну просто нечего просто все как бы умирает и и ты я первые три дня я не спала не ела я не могла у меня такое шоковое состояние у человека я никогда не испытывала такого стрессового состояния одно дело когда люди подают им отказ но они не были в Америке у них нет нет каких-то определенных планов как у нас были с мужем мы уже все как бы мы все уже знали и вот у меня вот у него все хорошо все гладко прошло а вот у меня отказ был и сказать что я была я была наверное не в себе мне мама не узнавала я все такая белая ходила но все были против потому что даже те собеседования стоят 160 долларов и даже если у вас отказ вы должны еще раз платить 160 долларов на собеседование сколько раз хотите столько и подавайтесь и в общем я подалась я сказала мама я говорю будет отказ я пойду второй и третий он говорит если тебе дадут визу за какие деньги ты будешь лететь в Америку я говорю найдутся деньги главное чтобы визу дали вот и через две недели пошла как-то на собеседование уже более менее нормально себя чувствовала тоже стояла очень долго минут 10-15 наверное но расспрашивала много вопросов очень много вопросов про Мариуполь было очень много вопросов я не знаю с чем это связано так как все-таки город еще украинский ну война понятно война но как бы очень много про Мариуполь где семья с кем живут где ты живешь что у вас там у одного моего знакомого вообще спросили говорит Мариуполь что у вас там ракеты летают но мы все-таки визу потом дали ну и мне он спрашивал хороший очень консул попался и все таки второй раз дали визу а та тетка злы дня может быть еще раз бы не того ужас даже все таки все таки я вот вас слушаю солнышко и у меня такое ощущение что я как такой начинающий эзотерик вы нелогическим анализом их победили потому что это был другой человек вот может быть он был бы сразу подал дать там увидел девочку хоров и не распустил там это самое вы не столько логикой взялись сколько энергии какой-то драйвах верой эти по вере вашей воздастся вам вот и вывод как мне кажется с этой стороны то есть вы пошли против здравого смысла против советов абсолютно всех людей которые что-то советуют и даже что-то знают и советуют и так далее вы как бы такой экстремальный кейс и вот вот вы этим напором пробили мне кажется ну что же хорошо молодец знаете тут насчет того что вы уже были в америке это может быть и минус потому что девочка только что приехала правильно в этом вернуться не успели уже там через четыре месяца снова за визой пошли то есть вы были в америке несколько месяцев наладили связи вас уже там может быть даже ждут вы уже вы уже знаете как найти работу чтобы чужие тем более из такого места знаете как тут тут логика мы не знаем логики этих людей давайте еще не дата расскажу а что такое диалектика знаете да конечно может быть не учат так я маркса вот не учат ну петька с василий ивановичем беседует и петька василий иванович а вот что такое диалектика то он говорит а я тебе петька на примере расскажу вот как с вашим интервью он говорит вот представь себе двое чистые и грязные баня кто пойдет в баню то он говорит василий иванович ты грязный надо пойдет ему же помыться надо ты понимаешь петька с одной стороны да но с другой стороны грязные он привык ходить грязные а чистого надо постоянно мыть так что похоже что чистый пойдет он говорит ну хорошо чистый теперь петька другой пример значит смотри двое чистые и грязные баня кто пойдет в баню чистый же василий он говорит петька ну ты сам подумай что чистому-то в баню идете он же чистый а грязного помыться надо надо ну вот видишь получается что грязный пойдет а вот петька третий пример двое чистые и грязные баня кто пойдет в баню да хрен его знает василий иванович вот это же петька и есть диалектика понимаете если мы диалектически подойдем к тому как консул принимает решение может оказаться что то что вы там были это абсолютно вам минус конечно можно сказать она была и не осталась да но сказать что вас что-то связывает с мариуполем кроме летающих ракет а что работы денежной у вас нет недвижимости собственной у вас нет счета в банке большого у вас нет родителей там олигархов у вас нет а что вас связывает вы абсолютно такой чистый невозвращенец вот я на вас смотрю и честно я думаю просто они подумают все равно кто-то останется так пусть лучше девочка хорошая молоденькая останется чем еще кто-нибудь так у меня такое я утрирую они конечно по алгоритму работают эти люди но они люди живые они тоже живые ну что ж я я на самом деле рад что вы репатриировались фактически до соединенные штаты мама тут чё говорит мама рада хорошо братья сестры есть еще да а младший брат и сестра ухты то есть вас трое у мамы ну хорошо сейчас там тихо в мариуполе у меня еще такая мариуполе ну как бы более-менее но вот у нас папа они с мамой в разводе но папа он живет как бы на той территории которая оккупированы это село и в общем то я не знала мне буквально мама две недели назад сказала что его в плен взяли в общем не выпускает никто этого не говорила его арестовали на его арестовали в общем все оттуда уже с этого села съехали его жена с которой он сейчас все уехали в мариуполе потому что но они мариуполе работали а там они как бы жили а у него там же вот животные ну это курицы вот это все 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 я не знаю в общем скот который с которого они собственно питаются и вот он горит нет я не брошу я с этого питаюсь не нужно их ездить кормить ездил ездил до ездился что в общем то побили его но насколько это насколько мне рассказали побили его надеюсь не хуже чем рассказали побили его в бейсмент его добросили в погреб бросили его забрали все документы забрали номера с машины сняли как бы все это забрать нужно город он пуст там только это сейчас эти и в общем то ну вышел на связь как-то не знаю с бабушкой моей с его мамой или в общем то пытается как-то у него есть жена другая которая да нужно в мариуполе ну как бы мариуполе у нас у нас нету как по этих людей которые пьют а вот они по закону более-менее я слушаю вашу историю или у нас библейский с вами разговор практически так я вам рассказываю хохмочки я хочу сказать что с моисеем тоже не все ушли вот сколько в египте было евреев так многие остались и то же самое хозяйство у них куры коровы какой-то сумасшедший куда-то в пустыне ведет а тут домашний скот так и не ушли никуда никто не знает что с ними стало я пытаюсь как-то немножко превратить шутку но ну хорошо значит мама не говорит я к тебе тоже приеду там мама не роешь брат сестра хотят брат как бы ну слишком у него эти национальные я тут родился я и умру патриот хорошо так он сколько лет ну они очень маленькие еще у брата у меня 12 лет и сестре у меня 5 совсем совсем мыси пусечки ну еще мне муж говорит он еще не понимает подрастет еще мозги ну я думаю что дай бог чтобы когда он подрастет уже не надо было никуда ехать можно было бы нормально жить дома вообще-то край край жизни райский правду чтобы там мариуполе если подумать море азовское фрукты рыбка там рыбка всегда возила с мариуполя рыбку всем так нравилось пляжи там зона отдыха фактически правда же ну что же хорошо еще раз возвращаясь к теме полезного с чем чем с ребятами можно поделиться начиная от того что там морально поддержать и кончая тем что может быть какие-то полезные советы с интервью мы поняли то есть вы вы довольно интересный такой случай рассказали хотя я думаю что очень экстремальный вот но действительно виза проблема что скажешь сейчас с украины очень сложно так по жизни что-то вот вы живете это у вас тут что нам стрекозки что это у вас там такое на улице шкварчит не птички на улице всякие букашки камашки бегают мне но советы которые хочу дать это наверное прежде всего когда решаешь если человек решает переехать соединенные штаты для меня первый совет это учить английский потому что я считаю что без английского тут делать нечего и даже если нет средств которые ну чтобы пойти учиться какие-то курсы его можно выучить и самому это не в делом дело не в средствах которые у людей есть это дело в желании дальше совет если все-таки собрались ехать то нужно действовать нужно как-то если возможно людей не получается соединенных штатов можно попробовать канаду у меня например может идея очень поддерживал канада прекрасный и там возможность уехать с нашей страны я считаю больше именно для семьи вот ну в принципе стараться идти к желаемую это все не так тяжело это на самом деле если есть желание то пройдешь и через отказ визе и через все но приедешь соединенные штаты это я так считаю а вы еще не блогер какой не ведете блогов я веду я начала вести я очень хочу русского общения но я все-таки интересуюсь больше бьюти темой ну неважно какой блог ведете что у меня разные на бьюти тему я не знаю слушайте а чё вам бьюти то вы и такая молоденькая это вот допустим моего возраста женщины они там все норовят чтобы так приближать вашу сторону куда-то сдвинуться вам то чё нет ну это какие-то там ну как разные покупки там каких-то там средств видеоблог или у вас такой да 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 на ю тубе вы дайте ссылочку то мне при прям скайпе мне сбросьте ссылочку а я вам пришлю поклонников подружки есть симпатичные подружки подружки нет 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 подружек нет у нее подружек симпатичных ну ладно в общем как будут вы их на канале будете показывать а все будут комплименты говорить что касается профориентации я сейчас вот осваиваю тест психологический который мы будем нашим студентам давать и у меня там каждый день новые люди берут тест мы каждый раз там вникаем и разбираемся если хотите я посмотрю я вам спрошу этот тестик у вас займет может там полчасика два теста сделать я может быть вам скажу к чему у вас какие-то склонности я кое-что вижу по вам уже сейчас но я не вижу всей картины то есть кое-что я вижу сразу вот например у вас такой мощный зрительный вектор вы вас много артистичного вы видите такую большую картинку то есть вы могли бы очень многие вещи делать очень важно какие у вас другие вектора то что вот эта совокупность вот этих вот возможностей в одной комбинации это одно другой комбинации это другое в общем то у вас безусловно к дизайну есть склонности вот к чему-то такому артистическому вы на самом деле еще могли бы неплохо заниматься такими вещами где нужно сочувствие человеческое вот может быть это что-то связанное с работой с детьми или с пожилыми что-то такое это я уже вам сразу могу сказать но как бы а вы михаил да я работала в украине я занималась с детками разными домашними заданиями сидела помогала мне нравилось очень очень да поэтому я я еще не такой неглубокий психолог это поверхностный поэтому я кое-что сразу вижу а кое-что вот я бы из теста вам добавил вашей картинки может быть вы бы подумали над тем конечно к нам в ноябре приедет дяденька он будет нас учить как как читать тесты как их интерпретировать у нас несколько дней будут занятия поэтому сейчас мы с ним скайпе он нам кое-что показывает я слушаюсь вебинары и вот мы со светланы моя на большой такой ну энтузиаст этого дела на давно в этом и она как бы знает много вот а я пока только осваиваюсь поэтому я думаю еще чуть попозже еще больше скажу хорошо хорошо ладно наш канал изменит вашу жизнь еще больше вот ну чего муж то на руках носит он строгий с вами строгий строгий нет так по гороскопу вы кто телец ой ты не то я что же а вы какой телец в каких числах вы 4 мая то есть мы с вами так в шесть дней ранее 28 апреля то то я чувствую вибрация пошла че че глазки голубые да прям как дочка моя слушать я смотрю на вас и на себя вот тут две картинки еще и кудри смотреть не будет накрутила да не 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 мои настоящие я знаете какой кудрявый сейчас не видно у меня папу тоже такие же как у вас волос это у меня от него досталась награда вот видите как хорошо ладно значит как сайт людочка как правильно людочка солнце значит у нас таких молоденьких как вы на канале почти не бывает вот такая как бы вы птичка залетная такая жароптичка поэтому я очень на самом деле я очень рад что вы у нас тут может быть выступаете и я хочу чтобы вы как бы в семейной жизни были счастливы это очень важно когда у него пора из семьи и это очень здорово я я большой сторонник ранних браков на самом деле и как бы моя моя жизнь такая из из очень ранних браков и я в общем вижу это много достоинств вот так что если уже вас есть семья то вы тогда и и держитесь и просто так исходите из того что семья она навсегда вот есть семья чтобы не получилось как у некоторых вот они там просто разбежались знаете я думал что когда у людей настроя база мозгов на то что брак это один раз и семья это навсегда они не могут разбежаться потому что они все конфликты которые возникают это неизбежно они их решают в рамках семьи когда у него вот этих тормозов нет ах так и разбежались понимаешь поэтому вот вот это если вот вы в этом поле находитесь вам вам вы неизбежно проживете всю жизнь вместе не гарантирую что вы идете в один день но это вряд ли женщины дольше живут хорошо солнышко я с вами прощаюсь вы ребятам нашим так ручкой помашите и я думаю что вы с вами вместе отдельно должны какие-то слова поддержки сказать тем кто вот в зоне вот этой неспокойной и где люди гибнут и сейчас может быть меньше как-то затихло вроде но это такая рано кровоточащие что вот поскольку вы здесь вот вы как бы представляете энергетику этого места вот я хочу сказать чтобы давайте мы поддержим морально те кто там и выразим надежды на то что вот как-то самое плохое уже позади вот и дальше все это наладится хорошо давайте так помашем ручкой вот и до новых встреч вы же нас не бросите нет конечно спасибо вам михаил взаимно